здравствуйте друзья письмницу здравствуйте михаил меня зовут алексей 31 год живу в минске образование высшее техническое женат двое детей участвуем в лотереи green card ждем выигрыша занимаемся английским на выигрыш надейся а сам не плашай вот я бы так сказал выигрываем в этом году или следующем неважно 10 так как решение об иммиграции в сша уже принято но тем более не ограничивайтесь только лотереи вопрос заключается в следующем по профессии я наладчик станков с программным управлением с 10-летним стажем жена бухгалтер работаю в семье я один содержать семью по приезду в сша первое время предстоит одному мне то чё так то ну хорошо вопрос в работе работаю на предприятиях с опытным производством то есть с большой номенклатурой единичных деталей пишу управляющие программы для станков с чипу увидим там налаживаю станок изготавливаю затем провожу контроль готовые детали работа в общем не самая простая так нет не самая да ну и не самая сложная конечно тоже так вот пересмотрев множество видео и перечитав множество статей посвященных работе в сша пришел к выводу что такой работы там не очень много так очень много же не надо но одной надо одной достаточно в конкретный момент времени ну да очень много не туда работа есть в основном для специалистов войти сфере и на форуме говорим про вес ничего конкретного не нашел причем у всех сейчас на слуху что все производства переносят в китай не все но будет немного неправильно сравнивать производство потребительских товаров с производством товаров машиностроения металлообрабатывающей промышленности так может мне стоит потратить время на переобучение на того же тестера по программного обеспечения пока это время еще есть ну давайте поговорим на эту тему почему нет и так что касается специалиста по работе на станках с числовым программным управлением который и программки пишет и детальки изготавливает и так далее эта работа которая есть в сша безусловно и ее может быть ну действительно не так много как айтишников это правда ну так и и людей же которые это делают тоже намного меньше но я тем более 10 лет опыта я подозреваю даже что те машины на которых это делается в минске может быть той же самой фирмы вот что и в сша хотя конечно есть есть вероятность что может быть там какие-нибудь немецкие а в сша может быть какие-то американские а может быть даже и те же самые я не знаю то есть это зависит от конкретных там условий но в принципе это востребовано это квалифицированная достаточно работа она хорошо оплачивается но в отличие допустим от программиста или там системного администратора ты не можешь сказать что где бы ты ни жил там на карте сша вот сюда есть такая работа значит надо жить в правильном месте где такая работа есть и все значит вы на форуме говорим про юс не нашли людей которые работают в этой индустрии это правда но может быть форум говорим про вес это не совсем то место где есть наладчики там станков с чпу и там программисты и так далее значит надо может быть другом месте поискать это может быть специфический такой так сказать специфическая область я обращаюсь к тем кто нас слушает вот здесь в сша может быть кто то есть кто работает по этой части и может там как-то посоветовать ближе к делу парню хотя конечно я хочу сказать что вот эта удаленность иммиграции которая пока кроме как вот допустим лотерея в этом году он выиграет или в следующем ему не так важно лишь бы значит выиграть в этом или в следующем да я я бы конечно по пошире бы так сеть забросил помните там фамусов в горе от ума он говорит чтобы чины добыть есть многие каналы об том как истинный философ я сужу мне только бы досталось генералы вот я бы конечно расширил безусловно это дело но с точки зрения профессиональной я думаю что парень вполне в порядке осталось языком с визами там с разрешениями на работу и так далее но теперь значит стоит ли ему переучиваться там человека который тестирует программное обеспечение ну безусловно если он тестирует программное обеспечение еще и по-английски говорит и имеет разрешение на работу ну конечно у него шире на как бы набор возможностей вот этой коробки с инструментами у него побольше будет потом пришел куда-то раскрыл коробку а там понимаешь вот тул сет вот это вот у него помощнее будет но если если он себя как-то ощущает специалистом по станкам с чипу если это как бы если это он понимаете и вдруг он должен перестать быть сам самим собой и начать заниматься чем-то просто потому что она там где-то ему что-то облегчит я не знаю может быть не надо так он может попробовать слава богу минск не такое место где там нельзя перековаться в тестировщик и пойти еще работу найти и так далее есть там полно курсов всяких и в ипами есть и белхарт очень известная симпатичная организация вот можно пойти там на курсы позаниматься может быть вас там же и на работу возьмут и то есть а чё 31 год я не знаю по белорусским стандартам что такое 31 год но вот здесь например молодой мужик вся жизнь впереди я не знаю вы можете попробовать может оказаться что вы гораздо лучше себя почувствуете в тестирование чем например в станках чипу например но если вы программируете там ну на чем там их программируют вот но во всяком случае вам не 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 западло что называется там на чем-нибудь еще по программировать то есть вы уже там как бы внутри все равно и можете очень прилично что-то делать тоже автоматизацию там и так далее ну но не попробуешь не узнаешь то есть я не могу ответить на этот вопрос как вот ты знаешь действительно есть смысл потому что профессия у него хорошая раз и и она востребованная 2 я не знаю деталей поэтому мы не живем в машиностроительном регионе знаете здесь не чикаго там не не детройт быть не знаю я но даже у нас тут есть люди которые этим занимаются и есть организации которые этим занимаются я например когда страхованием занимался я я занимался коммерческим то есть а бизнеса страховал и я могу сказать что меня были вот были конторы которые вот именно этим занимались прямо тут в кремниевой долине так что они ничего страшного при том что у нас район который но последнее что о нем можно сказать что вот здесь здесь представлены вот именно вот это вот индустрия там металлообработки там не да ни в коем случае но тоже есть опытное производство как же вот так что изучайте язык вот а если тестирование как бы не отталкивает и вы чувствуете что и есть смысл попробовать но так чтоб с удовольствием вот не надо без удовольствия ничего делать я понимаю что человек работает в профессии я не чувствую себя комфортабельно как бы давай выдергивать его оттуда если ему там хорошо хватит это неправильно такая вот история так что я в принципиальном плане значит советую очень молодому человеку подумать о том что он будет делать если не в этом году не в следующем он лотерею не выиграет больше того если ее вообще отменят и так далее так чего он будет делать вот подумайте да мама мама что мы будем делать когда настанут зимние холода у тебя нет теплого платочка у меня нет зимнего пальто вот когда настанут зимние холода что будем делать так что вот а во всем остальном я считаю что парень в порядке и в общем пожелаем ему успехов счастливо а